Приходилось принимать роды в машине скорой помощи. Так выглядит ковидный костюм. В течение 20 минут чертя города я обязана приехать. Из уха доставала муху. Кардиограмму снимаем. Медицина – это не только чистота белой халаты. Надоело всё. Приходилось констатировать детей – это очень тяжело. Самое главное – это уметь находить контакт с людьми. Можно поехать на боль в животе, а там какой-нибудь инфаркт. Я Виктория, я фельдшер скорой помощи. У меня на глазах трагически погиб мой дедушка. То есть он утонул в водоеме. И из-за неправильного оказания реанимационных пособий дедушку не удалось спасти. И как бы вот это стало отправной точкой выбора профессии. Я почему-то на тот момент уже решила для себя, что я выучусь на медицинского работника. Потом уже, когда я училась в школе, уже 10-11 класс, с разрешением мамы, я пошла подрабатывать санитаркой. Смотрела медицину изнутри и поняла, что медицина – это не только чистота белой халаты. Это прежде всего, конечно, страдания людей, боль. И в общей сложности я работаю на скорой уже 18 лет. Скорая. Самое главное – это уметь находить контакт с людьми. Уметь им сострадать, сочувствовать. Но никогда не поддаваться панике, всегда оставаться холодной головой с холодным разумом. Иной раз приезжаешь на вызов, не можешь понять вообще, кто болеет. Все бегают, мечутся, какой-то крик, ор. Все. В этой ситуации вот надо прям… Иногда даже приходится прикрикнуть, чтобы кто-то вышел, успокоился. Это нормально, это рабочие моменты. Но все. Главное – определить свою задачу на вызове. И дальше уже идет как по маслу. Как проходит ваш рабочий день? Я работаю сутки трое. У меня такой график. Прихожу на работу, иду в круглосуточную аптеку, получаю сумку, медикаменты. Здесь стоят сумки, которые мы получаем. Сумки закреплены за каждой машиной. Получаем сумки, медикаменты. Также здесь все в течение дня пополняется, если нам что-то нужно. Самый основной кабинет, откуда так сказать, выпаркивают наши бригады. Мы тоже были выездными фельдшерами. Ну, это уже пришло время. Отдайте стафетную палочку. Молодые персоналы. Выхожу во двор, проверяю аппаратуру. То есть это заряд дефибриллятора, наличие кислорода, все сумки. У нас очень много промывной набор, травматологический набор. Мы все это проверяем. Вот на примере кардиографа. Для того, чтобы убедиться в рабочем ли состоянии аппаратура, мы должны ее включить. Датчик заряда полный. Теперь любая кардиограмма передается на кардиопульт, и ее отсматривает врач-кардиолог. Я каждое утро ввожу свой телефон, и мне даже с кардиопульта могут перезвонить. То есть если какая-то патология, я, например, вдруг каким-то, ну, что-то не увидела, и мне перезванивают. Перезванивают и говорят, на что обратить внимание. Ну, сейчас покажу вам. Все очень всегда хотят посмотреть. Так выглядит ковидный костюм, да? Вот они. В чем мы работали и в жару, и в холод на протяжении долгих лет. Ну, я скажу ощущение, конечно, в лето, когда 30-градусная жара, и на тебя одет ковидный костюм, пару вызовов было, что, ну, вот, вплоть до потерь сознания. То есть настолько жарко, невыносимо. Ведь его же надо одевать на вызове, потом при прибытии я не имею права его снять, пока не сдам больного. Очень тяжело. Какой вызов запомнился больше всего? Мне приходилось принимать роды в машине скорой помощи. И это я никогда не забуду. Пришлось применять акушерское пособие, потому что ребенок выходил ножками вперед. Конечно, меня потом после вызова немножко трясло, но все закончилось благополучно. Женщина здоровая, ребенок здоровый. Мы всех довезли до роддома, у нас там приняли. Родилась девочка. Впоследствии женщина сказала, что назовет ее моим именем. Так что где-то растет девочка Виктория. Вот это самое дорогое в профессии. Благодарные пациенты. И то, что когда ты выходишь с вызова и понимаешь, что не зря училась. То есть есть толк от тебя в жизни. Это важно. Что самое страшное в работе? По мне, я никогда не приму детскую смертность. Вот никогда я не смирюсь с этой несправедливостью. Потому что было такое, что приходилось констатировать детей. Это очень тяжело. Потому что даже, как бы это страшно не звучало, мы все равно привыкаем к своей работе. Нам приходится гизить на вызыва к тяжелым больным. Приходится констатировать уже умерших людей. И трупы бывают разные. Бывают не сразу обнаруженные. И много случаев. Но ко всему привыкаешь. Но вот есть вот этот аспект, когда детская смертность. Для меня это самое страшное. Проснулся с температурой. Только температура. Хорошо, эти дни кашель, насморк. Где твои носочки? Ножки холодные при температуре. Старайтесь всегда одевать носочки. Обожаю ездить к детям. Мне легко с ними находить общий язык. Я всегда говорю, что надо успокаивать прежде всего родителей. Потому что иногда у родителей... Да и не иногда, а практически всегда. Это у родителей паника. Это у родителей куча вопросов. Что же делать? Как нам быть? Такие простые вызовы, они консультативную помощь больше несут. Таких вызовов большинство? Или как-то раз на раз не приходят? Раз на раз не приходят. Бывает смена очень тяжелая и больная. Один больной, второй больной. Целая сумка из расходованных медикаментов. Кажется, господи, когда же эти сутки кончатся. А бывает так, что спокойно все в штатном режиме. Какие вызовы самые типичные? Повышенное давление, боли в животе, температура. Типичный вызов не говорит о легкости этого вызова. Всегда настраиваешься на то, что по приезду может быть все, что угодно. Можно поехать на боль в животе, а там какой-нибудь инфаркт тяжеленный. Можно поехать на температуру и встретить тяжелый отек легких. Как бабушка зовут? Благодарит Павловна. Благодарит Павловна. Кардиограмму снимаем. Сатурацию и температуру. Здравствуйте. Скорая помощь Сергеев Посад. Медэвакуация по направлению честного доктора. Женщина 90 лет. Упала вчера. Дмитров. По приезду в стационар происходят какие-то недопонимания с врачами приемного отделения. Они считают, что мы то привозим не те диагнозы, то человек может не нуждаться в стационарной помощи. Ну и приходится отставить свою точку зрения, как медика, приводить аргументы, основываясь на жалобы пациента, клинику. И, соответственно, я считаю, что диагноз такой и другого не может быть. Врачи приемного отделения не всегда с этим согласны. Но это рабочие моменты. Это было, есть и будет. Существует много точек зрения. Каждый считает, что он прав. В течение какого времени скорая приезжает на вызов? Доезд у меня должен быть до 20 минут. Вызов поступает, обрабатывается, передается на главный пульт. Через 4 минуты вызов окажется у меня. Как только я получила вызов, в течение 20 минут в черте города я обязана приехать. Какие предметы приходилось доставать из людей? Кость, рыбью кость доставала. Доставала детали из лего. Маленький мальчик засунул себе в нос деталь от лего. Из уха доставала муху. Да. Ну, в принципе, на этом достаточно. Какие пациенты раздражают? Очень мне непонятна всегда ситуация, когда приезжаешь на вызов, и человек, имея хронические заболевания, категорически не хочет лечиться. Не хочу пить таблетки, вплоть до того, мы слышим. Ну, или просто вот не считаю нужным. Состояние, естественно, ухудшается. Без скорой можно было обойтись и не допускать этого состояния. Критического для человека. Начинается из серии, а зачем же вы тогда нужны? Ну, нет, мы, конечно, нужны очень. Но когда человек целенаправленно отказывает лечить свое хроническое заболевание, а потом еще оказывается в том, что кто-то у него оказывается виноват, я считаю, что вот это вот недопустимо. Бывает ли, что вызывает просто поболтать? Такое часто бывает. В основном это касается одиноких, стариков, пожилых людей. Не то, что поболтать. Человек вызывает, ну, больше спросить, консультацию какую-то получить. Начинается с каких-то там нюансов по лечению или по состоянию здоровья, а заканчивается разговором о жизни, о родственниках, о внуках, о детях. Когда-нибудь было желание уволиться? Было. Было. Но это, опять же, усталость. Было в пандемии очень тяжело работать. Очень тяжело, мой, правда. С утра приходишь на работу, никого не видишь. Машин уже нет, все разъехались на вызова. И ты сдаешь смену, опять пустой двор, и ты опять никого не видишь. Ощущение того, что ты одна работала на сутках, ну, это, конечно, просто ощущение. Вообще не виделись. То есть мы настолько у нас... Ой, мы по 18 часов нас не возвращали на станцию. Представляете, да? Чисто по-человечески сходить в туалет, покушать. Все это в режиме нон-стоп. Это где-то попить кофе на заправке какую-то секунду, пока водитель заправляется. Все. И поехали дальше. Это было физически тяжело. Вот тогда мы испытываю, да, такое, что надоело все. Но нет. Все равно продолжаешь работать здесь. Представляете, я 18 лет здесь работаю. Все мои жизненные ситуации, вся моя жизнь проходит здесь. Скорая для меня стала вторым домом. Давай успеть рассказать, яrada делаю az世界, то есть маленькая самая жизнь проходит. И так всегда приходи, я 6-йaju из огромных встреч с нами. На Анатолете, там у нас и в доме-пыслях. Особенно из новим rubbing. Продолжение следует... Помогите ребенка! но辛苦ская Анатолета,